СТАР СИТИЗЕН НЮЗ Почему названия на кораблях такие мелкие? Изначально ЦИК не думали, что размер получится настолько мелким. К сожалению, система сделана таким образом, что масштабирование приведет к тому, что буквы попросту разъедутся. Эту проблему исправят. Какие существуют планы касательно нового ROG DS? В ЦИКе посчитали, что неплохо бы во время майнинга работать в команде и решили запилить новую версию одноместной мототачки, которая будет чуть эффективнее. Есть ли в планах сделать новые астероиды добываемыми? Да, но нужно поменять пайплайн. Процесс последовательной разработки. Как только изменения будут внесены, эти камни можно будет копать. Воровство предметов с игроков — это новая фича или баг? Это баг, и в скором времени его исправят. Как тележки из танковой пулеметы должны поменять ощущения игры? В 3.13 — никак. В идеале мы хотели бы выпускать геймплейные элементы совместно с тем атрибутом, который разрабатываем. Но, к сожалению, пока некоторые команды попросту не успевают завершить свою часть работы. Пока же их можно просто потестить. Все ли корабли используют SDF-щиты? Да, до релиза патча 3.13 еще будет некая коррекция, но да, все корабли будут иметь SDF-щиты. Можно ли ждать чуть больше FPS в патче 3.13? Цик что-то убрали из серверов, что дало прирост в 1-2 FPS по сравнению с предыдущим патчем. А так, разработчики постоянно следят за стабильностью и в случае нехватки ресурсов принимают определенные действия. Фактически, производительность в игре достаточно накопительный процесс, состоящий из постоянной работы в этом направлении. Шкафы для спавна NPC. Что можно сказать о них в патче 3.13? Они дают разработчикам больше потенциального контроля за неписями. Это дает инструмент ручного внедрения в процесс, например, спавн только определенного вида NPC в той или иной локации. Она появится в патче 3.13х или ближе к 3.14. Будут ли сквозные пещеры? Цик изначально пытались сделать такие объекты, но их необходимо совместить с точкой входа-выхода в тоннели. В будущем они, возможно, появятся. Даже к концу года. Вся наземная техника ломает себя после нескольких километров проезда по планетам. Да, мы знаем и выясняем причины. Краш сервера приведет ли к потере репутации? В данный момент получить негативную репутацию можно при отказе от миссии или при ее провале. Сейчас серверы не отличают краша от отказа. Будет ли вайп? Нет лишь обычный сброс, как и ранее. Начнем по традиции с команды контента искусственного интеллекта. Март эти ребята посвятили работе над инженерным NPC, улучшая их поведение и триггеры, а также объекты, с которыми они взаимодействуют. Параллельно дальнейшее развитие получили охранные, туристические и экскурсионные мероприятия. С их затронули даже койки на кораблях. Другая группа разработчиков завершила первый проход по субкомпонентному таргетингу. Это даст мелким кораблям выцеливать отдельные элементы более крупных. Эта фича также внедряется в систему сканирования для поиска нелегальных грузов. Со слов ЦИК, при этой функции NPC могут позволить пилотам запросить сдаться властям во время боя. Еще прошла работа над стыковкой искусного интеллекта со станциями. Возвращаясь к системе сдачи, она также внедряется в систему характеров NPC. Например, трусливые боты, не имеющие возможности дать отпор, попросту бросят с вами перестреливаться и попросят мира. А в это время ответственные за технологии искусного интеллекта развивали систему EVA, создавая технологию, позволяющую вычислять 3D-траектории и системно переходить из кораблей в космос. Вдобавок расширяется система ближнего боя для улучшения определения комбо-атак. Это позволит сгладить точки перехода и совершить сразу цепь анимаций. Аниматоры посвятили марта инженерным и палубным NPC, а также боевым анимациям вандулов. Прогресс был достигнут в отношении состояния повреждений, гигиены NPC, уклонений, поведения охранников, мародерства, сдачи и не только. Исправлена многолетняя ошибка, которая не давала покоя разработчикам, колебания запястья. И работы по арбалету, резаку, тяговому лучу сразу продвинулись. На макапе отсняли ряд дополнительных цен для смертей. Арт-команда начала работать над вражескими фракциями, которые будут находиться в системе Pyro. Параллельно продолжалась работа над волосами униформой Адвокасси. Новые шейдеры были разработаны для глаз и ушей. Синематики продвинулись в работе с участием различных инопланетных кораблей, включая шанский, грузовой корабль и его капитана. Перейдем к более громоздким разработкам. Инженеры добавили физическую поддержку для нескольких солнечных систем. Новый тип сетки повторяет конфигурацию корневой, а также возможность пропускать через внутренние и внешние проверки, чтобы в свою очередь позволить нескольким экземплярам таких сеток перекрываться без случайного перехода сущности между ними. Была также добавлена трассировка лучей для проверки пересечения потокового света. Это как раз позволило команде исправить ряд огрехов освещений. Отладка кода с применением лучей прошла и на планетах. Работа по рендеру Vulcan продолжается. Было переработано масштабирование разрешения и рендеринг. В Gen 12 были перенесены такие функции, как эмиссионное освещение и размытие движения объектов, а также частично был переработан анализатор шейдеров. Большой прогресс с каждым месяцем есть над объемными облаками. Была добавлена поддержка оттинков цвета. Решение с несколькими рассеяниями также получило улучшение в виде учета оптической глубины атмосферы вдоль теневых лучей. Само формирование облаков было дополнительно улучшено. Также отполирована облачная тень. Наряду с этим были реализованы первоначальные оптимизации. Со стороны ядра движка была проделана работа по анализу производительности и регрессии. При помощи бетона были написаны скрипты для выполнения тестов, а логика потоковой передачи была переработана для повышения производительности. Эти улучшения будут внедрены в патч 3.13 и отразятся на многоядерных процессорах. Команда функции Squadron 42 начала работы над формационным полетом, где игроку будет указано его место, а также будет представлена возможность лететь вручную или автоматически. Графическая команда исправляла собственные ошибки, например, в системе рендера текстур, которая не имела фиксированного объема, что иногда приводило к утечке оперативной памяти. Теперь система строго привязана к разрешению экрана. Они также начали планировать переход на вулкан, чтобы лучше понять, как распределить команду, которая будет исправлять ошибки и переходы между функциями. Команда визуальных эффектов работала над распространением огня, наладкой SDF-счетов и освещением частиц. Дизайнеры в прошлом месяце работали над дополнением больших локаций, чтобы добавить некую живость пространству. Группа, ответственная за интерфейсы, отшлифовала поддержку обновленного радарного геймплея для транспорта и режимов от первого лица, который включает в себя улучшенный пинг. Вдобавок к вышесказанному, в FX команда работала над различными эффектами сталкивания частиц пыли с кораблем в газовых облаках, новые водные эффекты для грязных мест и некоторые электрические. Перейдем к месячнику по Star Citizen. Напомню, что многие задачи пересекаются со сквадроном, поэтому мы отметили лишь те, которые отличаются. Так разработчики наконец переместили аванпосты в стиле колониализма из White of Greybox, добавив дополнительные модули для расширения функциональности и геймплея. Новые стыковочные рукава и вестибюли будут доступны уже в майском ивенте. Команда зон посадки продвинулась в разработке станции Horizon, работы были в близких завершении и в настоящий момент, имеется в виду в марте, завершается и полировка. Последняя и трасса выставочных залов также была закончена. Команда органиков завершила работу над новыми входами в пещеры и дополнит фауну Horizon новыми растениями. Корабельная команда завершила большую часть Крусейдеров. Более детальный и тщательный подход пришлось сделать К2, а точнее к механизму сбрасывания бомб. Не анонсированный корабль, возможно, решила про новую игру Cat Rock, на финальной стадии полировки интерьера. Редимер также вошел в фазу полировки. Из грейбокса вышли дистанционные турели и шасси. Еще больше кораблей готовится получить и новые скины. Гладиус, как золотой стандарт, был завершен. Следующим кораблем такой модели станет Сабля. Тем временем в Штатах продолжалась работа над танком Nova. Работы велись над его движением, траками и не только. Прогресс был достигнут с Таурусом, а баги транспортных средств были раздавлены для нового патча. Оружейная команда вовсю работала над пушкой седьмого размера от Биллинг, прежде чем завершить работу над очередной партией кораблей от Корсейдер Индестрис. Насадки для мультитула под Сальваж отправлены на раннее тестирование. Арбалету улучшили настройки и проверили работу анимации. Были также выполнены несколько задач по пушке пятого размера танка Nova, медпеном и другим устройством для медицинского геймплея. Команда функций геймплея продолжила работу над двумя новыми приложениями для мобигласа, системой репутации и менеджером ассетов. Команда в США продолжила планирование предстоящей физикализации грузов. Это может создать некоторые проблемы из-за того, что грузовая система переплетается с несколькими другими областями. Товарный киоск из Flash преобразует в систему строительных блоков. Был достигнут существенный прогресс над очередным масштабным ивентом, который находится на заключительной стадии разработки. Продолжим открывать детали скорого ивента, который состоится уже в мае. Итак, разработчики создали новую систему безопасности, которая позволит им идентифицировать вход игрока в закрытые для него зоны без получения разрешения. Места космических боевых миссий были увеличены сразу в 4 раза вокруг Крусейдера. Прогресс продолжился и над системой Пайера. Тем временем команда, работающая с бейкерами, наконец расширилась. В Грейбокс вошли такие реквизиты больниц, как кровати и каталки. Наконец, команда сервисов и инструментов готовит публичную презентацию системы Кванта. Вносятся последние штрихи в искусственный интеллект и информационные службы. Турболенты посвятили март работе над сервером Мешингом, привлекая дополнительные человека ресурсы. Внутренние службы впервые представили демку системы управления собственным парком техники. А в этот момент художники по интерфейсам приступили к созданию визуальной части медицинского интерфейса, представив функциональный прототип, который уже будет готов к производству в этом месяце. Пользовательский интерфейс был отшлифован как для радарного, так и для сканирующего геймплея, в том числе для пешего хода. ЦИГи близки к завершению проекта по правильному функционированию шасси во всех областях игры. Это включает в себя правильную синхронизацию шасси с сервером. На этой неделе ЦИГ добавили очередную порцию задач и команд, доведя свой трекер прогресса до версии 1.0, что теперь он включает в себя. Результаты теперь можно фильтровать по целевым, а не по командным. Организован поиск нужных задач. Естественно, сортировка и фильтры как по алфавиту, так и по проектам. Команда разработки физики. Сейчас графика работы этой команды пересматривают, что привело к временному изъятию ряда задач. Физики движения в кванте, рефакторинг физических областей, физика воды, плавание больших объектов. Также пересмотру подверглись планы и команды разработки функций для миссии. Это значит, что в небытие улетели гонки на гримхексе, заключение версия 3, динамическая численность и баутинг-хантинг версия 2. Некоторые важные задачи добавлены в трекер прогресса. Продажа товаров обратно в магазин, например, если вы налутали кучу стволов, фича выйдет вместе с функцией лута. Постоянные ангары. Она даст возможность игрокам получить свои собственные ангары и постоянные помещения. Под этим мы понимаем собственное жилье. Также добавлены были 20 команд и их задачи в трекер прогресса, например, стриминг-постоянство и смешение серверов. По мере того, как результаты продолжают прогрессировать, цикк могут точно определить краткосрочные задачи, поэтому в трекер были добавлены две ответственные за эти сложные функции команды. Что касается патча 3.13х, то в него войдет вся обещанная техника, танк нового Геркулеса С2 и М2, стыковка со станциями и области возрождения NPC. К новостям в одной строкой. Клауд Империум нашла новый дом для студий во Франкфурте. Крис снял новый офис площадью в 3000 квадратных метров в центре города на 10 лет. Теперь базировшаяся там студия начнет переезд, как скоро пока неизвестно, как неизвестно то, как повлияет это на разработку. Напомню, что сейчас из-за локдауна в Германии все работают из дома. Новый ROG DS получил апгрейд своего карга, оно увеличилось в полтора раза с 2 СЦУ до 3,5. Ну и в конце, по новой старой традиции, читаю ваши комменты под предыдущим выпуском. Пишет Никита Саватимский. Ага, заплатки износ поверхностей кораблей, которые не живут долго из-за багов игры... Эм, альфа. Вот нахрена? Ах, да, мы же работаем. Правда, не над локациями и механиками, а над текстурками и шейдерами джипеков. Ну, кому это интересно? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Никита. Предлагаю пройти строгую процедуру заморозки. Тело лет так эдак на 10. Вдруг там патч 4.0 выйдет? Нет? Опять спать. Зато вы не постареете. Азеев Сергей пишет. Какая-то хренатня. Игру не делают. Делают заправку. Реальный развод. Игровой МММ. Элитка, походу, намного быстрее ведет подобные механики. Уж и хуйня. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сергей. Вы уж определитесь. Им геймплей и механики делают, или вас на деньги разводить. В конце концов, скоро выйдет новый джипек. Вы там отложите копеечку. Влад Грум расщедрился на поэзию. Без воды. Без рекламы Карапы. Вот за что я уважаю Джемп Ти Ви. Ну, лови ответ. Раз пошел такой замес словесный, скажу вам прямо. Тут вокруг одна реклама. Элементарно. Поразительно. Не забудь влепить мощный лайк. Вдарь в бубен как следует, чтобы иметь все шансы посмотреть новое видео первым. С тебя также поход по ссылкам в описании. Ну, как всегда, наши ряды постоянно открыты. Ссылочка на вступление под видео. Берегите себя и пока-пока.